Девушки отдыхают Не забывайте, что Ельцин подписал документы с Дудаевым о выходе Чечни, что означает выход всех республик, а это кровь. То есть Хосовертовские соглашения, это фактически начало распада Российской Федерации. И я думаю, что Ельцин, отдавая власть Путину, не хотел быть последним президентом России. Он уже это понимал. Мы продолжим разговор сегодня о Путине с того самого места, с того сюжета, где мы остановились накануне второй серии нашей документальной картины. Хосоверт. Знаем ли мы, россияне, что накануне президентских выборов Борис Ельцин по его решению, генерал Александр Лебедь, тогда секретарь совбеза страны, подписали документ, где были обозначены распад, начало распада, именно распада Российской Федерации. А вот в самом деле, кто-нибудь, Николай Иванович, читал Хосовертовский, вот сам документ, Хосовертовские соглашения, Москва и Чечня. Ведь один из пунктов в любую секунду Чечня имеет право выйти из состава России. Ну как читали, это же предъявили только после того, когда было подписано. А как вот не поинтересоваться, о чем договаривались накануне президентских выборов Ельцин? Лебедь, Александр Иванович Лебедь все это делал. Они сначала подписали, то же самое было в Беловежской пуще. Приехали люди переговорить. И после переговоров вдруг возникает документ, который Советский Союз хоронит. Точно так же было в Хосоверте. Никто не хочет вспоминать эту историю новейшей России, потому что это было прямое предательство страны Лебедя. Но Хосовертовские соглашения Лебедь делал под себя. Что ты имеешь в виду? Он был уверен, что у Ельцина совсем плохо со здоровьем. И он станет президентом. Да, абсолютно. Как его втащили в эту Чечню, да? Человек с очень большой интуицией. Ну кто втащил, военный? Грачев? И Грачев, и окружение гражданское. Сколько можно терпеть, да мы их в одну ночь, да блиц, крик, Борис Николаевич, давайте. Была трагическая ошибка, которую он пытался преодолеть. Спровоцировали Ельцина на Чечню, слышим мы. Или Ельцин? Натура что-то была такая. Он был готов каждую свою республику российскую брать штурмом в случае чего. Ведь когда-то одна неизвестная страница нашей современной истории, ну уж если говорить, то говорить все до дна. 92-й год. Борис Ельцин был готов воевать в Казань. Это был 92-й год. Это был период, когда после призыва ко всем нашим автономиям берите полномочий столько, сколько вы можете съесть. Наши субъекты федерации стали, в общем-то, брать полномочия. Ну а Татарстан тогда принял свою конституцию. Можно было просто сесть, договориться, ребята, давайте сделайте поправки в эту конституцию. Но Ельцин решил вводить войска? Нет, время пришло собирать камни. Ельцин тогда собрал группу Шахрай, Грачев. Был Ерин, министр внутренних дел, и был я. И проработать операцию... Взятию Казани. Взятию Казани. Господи, боже мой. Операция должна была повторить операцию... Грозного. Нет, не Грозного, а Ивана Грозного. Ее стали считать. То есть, что всерьез собирается ваша рабочая группа... Серьез собирается. ...решать вопрос, как вводить войска. Еще не было тогда проблемы Чечни так остро, да? Ведь не стояла она. Нет, это до Чечни. До Чечни за три года. Да. Министр обороны говорит, что... А, вот у нас столько-то десантников, такие-то ВДВшные бригады. Но у нас все планеры остались на Украине. Ведь с планеров надо сбрасывать, десантников. Прыгать не с чем. Мы, значит, должны проходить по территории Татарстана. Там где-то заводы есть, которые пороховые, там, по вооружениям и так далее. Они взорвут эти заводы в Волгу, мы отраим. Я тогда говорил, ребята, а вообще в чем дело? Почему мы должны каждую свою республику брать штурмом? Надо поручать нашим юристам садиться и там... Войска реально могли войти в Казань? Короче, Ельцин дал такую установку. Если мы принимаем решение и даем ему добро, и говорим, столько-то войск вести, то-то там делать, то это Ельцин и принял решение. Пороховые склады, Волгу отравим, крупные оборонные заводы, все на берегу. Предполагалось, что они будут взорваны. Ментимир Шаймиев знал об этом плане Ельцина. От войны ушли. Вы знали об этом, да? Ну, конечно. Никогда об этом не говорили, Ментимир Шаликович? Зачем? Кровь могла полить. Вот вы же говорите об этом как раз. Так что я говорю, я хотел, чтобы когда-нибудь... Напишите книгу о том, как... Я что хочу сказать, вот отвечая на ваш вопрос. Ведь в стране у нас снизу перестройка никогда бы не пошла. Сверху то, что Михаил Сергеевич, он несколько ином, видать, видел, что мирным путем это пройдет. Такая страна, как раскачегарить сама себя, это невозможно. Но Борис Николаевич жизнь положил на алтарь. Он положил. Он в любой момент мог потерять жизнь. О чем-то. Любой момент. А кто положил? Это ведь смелый шаг, я вам скажу. Итак, еще раз. Спровоцировали Ельцин, начнем. Это была одна из самых главных болезней Ельцина. Его непоследовательность. Он по крови стал третьим в новейшей истории после Сталина и Ленина. Он опередил и Андропова, с южнокорейским Боингом и Афганистаном. Он опередил Горбачева, с Карабахом, Двилиси, Баку. Такой парадокс. Демократ Ельцин стал третьим в новейшей истории по крови. Кто положил глаз на Дудаева? Старовойтова, которая приехала в Вильнюс говорить с Дудаевым, который командовал полком и одновременно был комендантом. Убеждать его не стрелять по мирным людям. И он ей понравился. Дудаев ей ответил, что я не буду стрелять по населению своей страны. И он ей понравился. Ну а если Краснояртовский мир распад России, там прописано черным по белому, что Чечня может в любую секунду выйти из состава России. То есть его сначала привезли, до зубов вооружили, потом начали у него за спиной какие-то шашни по поводу оппозиции, неоппозиции, там, понимаешь, Тогда почему же мы до сих пор ставим Ельцина и Путина рядом? Путин сохранил Россию, а Ельцин подписал распад. А когда-то Советский Союз Ельцин в Миловежской пущей приходовал. Это точно так же было. Перед уходом Ельцина подписан распад России. Абсолютно с тобой согласен. Россия стояла вот на краю пропасти. Вот еще шаг, и мы улетели вниз. Изменится государственный строй России, как планировал Ходорковский. И вот Путин на краю этой пропасти сумел удержать и оттащить от края пропасти. В момент, когда он пришел к власти, не было никакой возможности сохранить территориальную целостность страны. Ты отвечаешь за свои слова. Отвечаю. Распад армии, распад всей системы безопасности, распад военной элиты. Он пришел, сумел консолидировать элиту, а никто не ожидал, что он сумеет это сделать. Когда он стал президентом, люди, которые этому способствовали, не ожидали, что в нем будет такой потенциал сопротивления. Нам запрещено говорить о том, что российское государство создавали американские иностранные советники. Хотя это видели сотни тысяч людей. У Чубайс весь шестой этаж, госкомомышество были иностранцы. Мы не цейрушники, их набирали в университетах. В том числе и цейрушники. Открыто об этом Клинтон говорит. В марте месяца текущего года она сказала, что мы в состоянии войны с Россией уже 20 лет. Именно войны. Войны слово употребило, информационной. Что мы информационную войну осуществляем пропагандой, цензурой, финансируемой работой интернета, твиттера. У нас в России есть враги в этой войне, которых мы просто информационно бомбим. И многое другое. С 45-го года. В войне. А не с нами информационные американцы. С 45-го года. Мы осознаем это в должном мире. Как ты считаешь? Мы, страна, мы, государство. Сейчас, да. Раньше, в течение лет 10. Что мешало осознавать? У нас министров назначали по звонку из Белого дома. США. Это была практика. Эйфория начала проходить, и в обществе начала проходить. Во второй половине, особенно после Сербии. Оккупации Америки. Бомбежки, оккупации. То есть, война с Путином, которая не дала России развалиться, это вещь неизбежная. Я вот все о своем надеющем. Ненависть, война, все это... Слово «война» ключевое. Здесь информационная война также страшна. Человека можно убить физически, а можно убить ими. Естественно. Путин воспринимается как главный гарант суверенности России. Именно по нему наносится главный удар. Ну, подожди секундочку. Почему никто не объяснит тогда, для чего нужен американцам распад России? Ведь наше великое оружие у нас осталось. Великое, действительно великое, непобедимое оружие. Прежде всего, это ракета, которую американцы назвали «Сатана». 36-я модель. Ракета «Янгеля» Владимир Федоровича Уткин заканчивала ее. Она разбивает любой проб. Ее невозможно остановить. Один запуск, нет Нью-Йорка, нет Лошу. Есть другие разработки, есть «Искандер», есть «Тополем», но вот «Сатана». Ее перехватить в космосе, она через космос летает до сих пор нереально. 15-17 лет, мир не будет однополярным. Пока у нас есть такое оружие. Ракеты по всей России, более 100. А центр управления один под Москвой. Для чего нужен американцам распад России? Ведь здесь другое государство. Ракеты на Дальнем Востоке, на Севере, по всей стране. Или там другие страны. Ракеты только железки. Центр управления один, они не полетят иначе. Нет. Сейчас... Такой мотив не понимает никто. Совершенно. Никто не верит в ядерную войну. Распад России, я понимаю, что они не хотят верить. Но ракеты-то делались не для войны, а для статуса. Для сдержки. Косыгин их делал для статуса. Великая держава, пока у нас есть такое оружие. Это очень умные люди. Алексей Николаевич, Косыгин и наши оборонщики, они и делали эту ракету не для войны. Мы ощущаем, что ядерное оружие является атрибутом статуса великой державы, но в элитах этого понимания нет, потому что нет боязни. Нет боязни даже сейчас, когда события в Ливии... Половина элиты чуть ли не рукоплескала западной демократии. С удивлением можем это констатировать. Они радовались тому, что происходит в Ливии и свергают очередного диктатора. Надо разобраться, диктатором или нет, для начала. Сейчас все враги говорят, что при Хусейне было лучше. Экономически, конечно, сейчас же разруха, там полная гражданская война, теракт на теракте. Да, диктатор, но меньше погибало, намного меньше. Любой человек, который будет отстаивать интересы России, с ним будут бороться. Человек, который еще имеет власть и имеет харизму, Путин, его будут уничтожать. Почему же мы это все не объясняли, не отбивали? Путин восстановил суверенитет страны. Когда началась война в Чечне, по всей России удалось с трудом набрать 35 тысяч боеготовных солдат. При нашей миллионной армии, тогда полтора миллиона было, по всей России удалось набрать только 35 тысяч человек. Забывается, что проблема 2003 года это угроза потери финансового суверенитета. Все были уверены, что Россия не сможет в 2003 году заплатить внешние долги, и после этого будет взята под внешнее управление. Тут берутся величайшие мировые правительства за право контролировать, вести, давать указания. Борьба идет. Борьба. Жесточайшая борьба. О том, кто как дерется, Марина, у нас впереди самый страшный рассказ. Дело Литвиненко. Убийство в Лондоне. Якобы убийство, полонии. Но прежде чем мы вернемся к главному вопросу, кто и как на самом деле борется сегодня с Путиным, я хочу, Марина, чтобы каждый из наших зрителей честно сказал сам себе хоть раз в жизни что-нибудь вот об этой трагедии в Ираке. Гибель детей. Сотен детей заживо сгоревших бомбубежищ. Первая война после кувейта Америки с Саддамом. Вот кто-нибудь хоть что-нибудь об этой трагедии, одной из самых страшных в 80-е годы для всей планеты самых страшных. Что-нибудь знал? Я хочу просить Государственную Думу выразить благодарность нашему министру иностранных дел, который добился разрешения комитета по санкциям ООН на доставку здесь в Багдаде совсем другой мир, совсем другая жизнь. Это бомбоубежище на окраине Багдада. В тот момент, когда американский фантом кинул сюда одну за одной две страшные бомбы, здесь было более двух тысяч людей, дети, женщины и старики. почти все они погибли, сгорели заживо. Эта женщина потеряла здесь в одну минуту всю свою семью. Это ее дети. Мировая пресса много и подробно писала о Хусейне. Но знает ли кто-нибудь в России, что здесь, в Багдаде, делали американцы? Мы помним войну Америки и Вьетнама. Тогда в России никто не называл ее справедливой. Война Буша против Хусейна это неизвестная в России война. Американцы знали, что это мирный объект, не военная база и даже не административное учреждение. Тепловой удар был настолько страшным, что расплавились камни и здесь на камнях отпечатались детские ладошки. на стенах от людей навечно остались их тени, именно потому, что удар был тепловым и очень мощным. Буш знал, что делал. Весь мир, весь мир простил это Америке. В медийном пространстве образ события или человека формируется вне зависимости от того, что происходило в реальной. Любая сильная личность, которая берет на себя смелость открыто противостоять Вашингтону, тут же становится а не демократичной, не рукопожатной, как они говорят, и подлежащей устранению, либо политическим, либо физическим. Уходили в сторону от этих узловых вопросов все эти. Вопрос, который я задаю себе и всем своим коллегам. С удивлением, кстати, мы можем это констатировать. 2003 год мы прошли просто так и сейчас о нем вспоминают, только как о казусе Ходорковского. мы виноваты, мы не объясняем, мы не договариваем до конца. Есть пример того, как мы, не могу сказать, что мы проиграли информационно эту историю, я не о Ходорковском сейчас. Прости, пожалуйста, мы сделали две работы о Ходорковском, я мои друзья. Истерика закончилась сразу. Показали вещи неопровержимые. И вторую серию просто стали замалчивать. Те, кто орал, вот сегодня неправда. Просто замалчили. Первая серия они еще как-то трепыхались. А тут все, вторая серия вышла от трупа Ходорковского. Как тут возражать? Как тут возражать? Просто ваш фильм это фильм диссидентский времен Советского Союза. Вы говорите о том, о чем... Какой я к черту диссидент? Это вам кажется. Вы говорите о тех, вы диссидент с точки зрения американцев. То есть, правда есть диссидентство. Конечно. Еще один момент. Если мы посмотрим анализ Путина, кроме того, что действительно удалось спасти российскую государственность, а это миллионы жизней спасти, потому что понятно, что такое распад России. Это погибших миллионы. Это катастрофа для каждого человека. Конечно. Конечно. Весь фильм это мои вопросы, ответы пострадавших. Интервью не были. А там около 70 трупов. Мы и дальше будем эту работу продолжать. Около 70 трупов. Есть пример, когда обязаны были все говорить до дна и опять-таки не сказали. Дело Литвиненко. Полоний. Лондон. Смерть господина Александра Литвиненко. Я хочу напомнить, как момент истины когда-то говорил о Полонии. Что такое Полоний? Вся правда о Полонии. Что случилось в Лондоне с господином Литвиненко на самом деле? И было ли это убийством? Сразу скажу, что весь наш сегодняшний, разговор слушает, надеюсь, внимательно слушает и по телефону будет комментировать из Лондона Борис Березовский. Мы его тоже пригласили в качестве нашего гостя для диалога. Что случилось в Лондоне? Версия нашей программы. Что есть Полоний? Полоний это уникальный материал, который образовывается в природе при распаде урана. И уникальность Полоний заключается в том, что он чистый альфа-излучатель. То есть он распадается с высокой энергией. Поэтому ничтожное количество Полония очень горячее. К примеру, один грамм Полония это фактически киловатт нагревательной мощности. То есть его в руках держать невозможно? Просто все сгорит. Мария Кюри держала ничтожное количество Полония. Это и есть ее открытие, за которое она получила Нобелевскую премию. Она добыла ничтожное количество Полония и сожгла себе кожу. То есть там было меньше грамма? Там было меньше миллиграмма. Ничтожная доля Полония меньше миллиграмма сжигала руки. Не только кожа, но и то, что находится под кожей практически до самых костей. Если попало большое количество альфа-частиц в клетки кишечника, то погибают вот эти поверхностные клетки кишечного эпителия. Так вот, как было при острой лучевой болезни с людьми, которые получили очень высокие дозы излучения в Чернобыле. У них первый синдром это поражение клеток кишечника. Но это должна быть очень высокая доза. Они вот попали в эту клетку, они там остались. Если мы говорим о господине Литвиненко, вот его фотографии в больнице. Они вошли весь мир. Любая доза меньше грамма, грамм две десятых на самом деле, Полония с этой дозой, как мы предполагаем, пока так будем говорить аккуратно, он имел дело. Если он имел дело, Литвиненко, даже не с одним два десятых грамма Полония, две десятых, а с миллиграммом Полония, на его фотографии должны быть ожоги. Сгорает губа, сгорает гортань. Если бы в чашке был один грамм Полония, кофе бы бурлило и кипело моментально, как тот, кто в этот грамм попал бы. Но в месте контакта, Полония, со слизистой рта, по всему пищеводу, все сгорает, везде были бы не просто ожоги, а были бы язвы. Потому что он высокотемпературный, он распадается, он разъязвляет ткани именно температурой и химией своей. И поэтому весь пищевод был бы перфорирован, по сути дела, если бы речь шла о том количестве Полония, о котором заявляют какие-то эксперты. Вот если бы его отравились, речь шла именно об отравлении. Если говорить о том, что он выпил этот Полоний, сгорело все внутри. Совершенно верно. Убийство ядами это самое тайное и незаметное убийство. Суть этого убийства заключается в том, что ядами убивают тогда, когда хотят скрыть, что этот человек убит и представить это как реальное развитие саркомы или чего-нибудь еще. Существуют тысячи ядов, позволяющие убивать человека одним толчком малой дозы, так, чтобы потом ни одна медицинская комиссия никогда ничего не делала. Я не стоит, замечу я 36 миллионов евро, как грамм по Луне. 36 миллионов евро. Теперь просто скажу, что если поставить весь ряд убийств, ну хотя бы от Борджа до Субаноплатовой или нацистской Германии или английской разведки, все этим занимались в мире, или ЦРУ, неважно. Вот весь этот ряд убийств, то весь ряд убийств идет по одной линии, а эта штука с Полонием идет вот там где-то. По абсолютно другой. Потому что всегда убивали ядами так, чтобы максимально скрыть там укол зонтиком, терпыр. А здесь сделали так, чтобы все показать, чтобы единственные, долго сидели все, чесали репу и думали, как устроить шоу из отравления. Шоу. Если он выпил этот Полонием, сгорело все внутри. Совершенно верно. Он вынужден был бы вытирать капли Полонием, которые жгли бы ему рот, и тогда бы у него были, как у Марии Кюри, изъязвлены все руки. Ожоги на руках. Это невозможно скрыть. Ничего этого на фотографии нет. Если бы такое количество Полонием было бы применено в помещении... Да даже любое количество, не просто грамм. Если бы даже был миллиграмм применен вот в этом помещении, которое, говорится, там фактически 100 квадратных метров, то все находившиеся в этом помещении... Включая Лугового. Включая Лугового, его детей, с которыми он пришел на это мероприятие... Это отдельная тема. Мало кто знает, что на самом деле якобы убить Литвиненко Луговой пришел вместе с женой и восьмилетним сыном и принес с собой Полоний, который не сжег при этом Лугового. В том помещении, где Полоний получил доступ к окружающей среде... Все полегли. Все должны были умереть. От одного грамма какое количество людей погибает? Если один грамм Полония положить в баре Миллениум, то погибнут в течение первых 100 дней все люди, которые зайдут в это помещение. Вот просто все до одного? Все до одного. Мгновенное поражение слизистой дыхания. Но только дыханием. Они же не будут пить его. они будут им дышать насмерть. В последующем симптомы будут менее-менее яркие, но погибнут в течение 100 дней, кто будет туда заходить. То есть любое количество. Любое. 20-30 тысяч людей через два проходят, все получают... Полоний не яд, а радиация. Причем такой концентрации, что микронные количества, попавшие внутрь человека, его убивают. Боевым количеством Полоний являются миллиграммы на человека, а граммы являются боевым количеством для нанесения ущерба войскам противника. Если распылять граммы над позициями войск, то будут погибать дивизии. Я поймал золотую рыбку на пруду и спросил ее о правде на беду. Березовскому удалось перевести все это в формат борьбы с режимом. И никто не стал разбираться, откуда у Литвиненко Полоний. Березовский подозревался в убийстве Листьева. Перед этим Березовского взорвали. Мерседес его. Была реализация информации, что он как-то причастен к делу Листьева. Роб Москвы выехал задерживать Березовского. Неужели поехал на задержание? Они приехали. Оттуда с автоматом вышел Литвиненко и говорит, здесь уже ФСБ позвонил ныне покойному бывшему начальнику ФСБ по Москве Трофимову и говорит, тут наши интересы Роб хочет Березовского к себе забрать. А то он Васильевич позвонил Рушаеву. Давай мы будем заниматься этим делом. Поскольку в той ситуации Литвиненко спас Березовского от ареста, Березовский его к себе приблизил. И она мне отвечала, и она мне отвечала, что я правду в этом мире не найду. С запалом от атомной бомбы разумно убивать человек в центре Лондона? Или все-таки проще, вот ты смеешься, все-таки проще топором где-нибудь... Я цинично говорю сейчас, но просто по здравому смыслу, да? Проще топором. Ну по здравому смыслу, да. В китайском квартале Лондона, да, не дай бог, конечно, кому-то. Но с запалом от атомной бомбы стоимость 36 миллионов запал стоит евро, грамм. С запалом от атомной бомбы. Самое дорогое отравление в мире 36 миллионов евро. Вообще, вот я удивляюсь, в каждой стране имеются ученые, специалисты, диверсанты, спецслужбы. Любой журналист может провести вот такое расследование. Тогда, конечно, вот прежде, чем мы дадим слово Борису Абрамовичу, Березовскому, очень хочу его комментарии услышать, еще несколько минут. Почему мы как дети? Потому что... Очевидные вещи. Мы как дети. Перед нами спецслужбы, английские. У них часть мандира, я понимаю... То есть это запредельный... Если мы предположим, что пусть даже не в центре Лондона, где-то на окраине, создавали, используя по Луне, грязную бомбу для России, я знаю, что снесет Путина. Путин снесет второй Беслан. Сказал мне Борис Абрамович Березовский года два назад. Он меня поправит, если я не прав сегодня. Путин снесет второй Беслан. Вот и делали, как мы предполагаем, грязную бомбу для российского метро. И не одно, а 8-9. Литвиненко однозначно получил аэрозольное поражение этим Путина. А вот это самая главная тема. Отчего все-таки он умер? В первую очередь человек погиб от того, что не умел обращаться с радиоактивными материалами. То есть сам Литвиненко без всякого лугового наше предположение, контрабанда Путина. Путина. Путина идеальное вещество для создания радиологического оружия. То есть грязной бомбы. То, что журналист называет грязной бомбой. Это когда на станции метро оставляется один грамм полония. На другой станции еще один грамм полония. За неделю через эту станцию проходят миллионы людей, каждый из которых получает смертельную дозу. То есть появляется некая организация террористическая, которая берет на себя ответственность и заявляет, что мы разложили этот полоний по всему городу. Либо вы прогоняете Путина, россияне, пусть Путин уходит в отставку, либо будете умирать от рака. Применение радиологического оружия это однозначно смерти миллионов людей. Отыскать пытался истину в стране Дезвечно то, как горюшка вене По 40 тысяч смертей в месяц от одного грамма полония, если 8-9 граммов, 8-9 таких вот бомб грязных, они же примитивные грязные бомбы. Березовский тут же сказал, это полоний, а полоний может предоставить только государство. В Дельфиненка утверждается понимание того, что за всем этим стоит лично Путин. Ну, самое дорогое отравление в мире, что с этим сделаешь? Получается, что самое дорогое. И что из этого? 36 миллионов евро? Которое было введено в тело Дельфиненка полония в десятки раз превосходило уровень достаточно для того, чтобы убить человека. То есть доза была большая и тогда пострадали бы все посетители бара Миллениум. Ну, 1 грамм это 1 киловатт. Это очень сильная энергетика у этого топлива. Это топливо... для того, чтобы полония отравить, нужно его ввести вовнутрь организма. И вы знаете, что действительно есть пострадавшие в этом баре, поскольку отмыть его так просто невозможно. Поэтому все те, кто выпил потом из этой же чашки, которую уже помыли, безусловно, это сказалось на их здоровье. В том-то и дело, что чашку от полонии отмыть невозможно. Это радиация. Вы совершенно верно сказали. Именно поэтому проверяли даже уровень радиации в Темзе, поскольку сливалась вот эта вода в Темзу. Доза полонии была большой, это факт. Один грамм, еще раз скажем, один киловатт, чашку бы разнесло вместе с баром в отеле «Миллениум», но погиб, слава богу, один Литвиненко. 36 миллионов евро стоимость топлива, хотя бы пырнуть ножом человека в китайском, в батаре Лондона. Это очень точный вопрос. Я думаю, что на самом деле причин на то несколько. Безусловно, те, кто готовил эту операцию, убедили высшего руководства страны, что это абсолютно безопасный с точки зрения раскрытия способ осуществления преступления. Я готов принять версию противоположной стороны и сказать, да, Литвиненко кто убил? Путин. Но я хочу знать, нафига он это делал? Блин, нафига он это делал таким способом? Накануне выборов. Накануне выборов, да? Да. И третье, что я хочу знать. Путин это делал с непонятным мотивом и с помощью таких средств, которые исключают всю практику. Да, войта какой идет? Это восстановлена тайная лаборатория ядов, это новый судоплатов, КГБ снова. Но тайная же лаборатория ядов, тайная, а не клоунада на весь мир. Я думаю, что все-таки убийство Саши Литвиненко это был первый шаг вот в этом заговоре. А заговор стоял в том, чтобы в конечном счете показать на Березовского и сказать, что вот именно Борис Абрамович и расправился с Литвиненко, потому что он обладал поле какими-то секретами и так далее, и так далее. То есть чисто, так скажем, русское убийство погнаться за двумя зайцами, да? Я даже не хочу обсуждать, Игорь Леонидович, зачем Путину, его же обвиняли на Западе, Путина, потребовалось запалом от атомной бомбы убивать человека за 36 миллионов евро. Ну, у нас же никто не пытался защитить иную версию. Вот у вас, по-моему, впервые в вашем фильме специалисты высказываются... Сюжет о Литвиненко был показан два с лишним или три даже года назад. Вот то, что мы видим. Вот сейчас расширенный вариант. Да, на канале ТВ-центра открою маленькую тайну. Эту передачу с эфира сняли. Березовский, сказали мне. Дурачки там нашлись. Ну, да, да. Советская контрапоганда была действием. Чем мы все, конечно. Там были талантливые перья, которые свои идеалы умели защитить. Потом обвинить правительство. И чем чудовищнее ложь, как не вспомнить Геббелеса, да? Вот если мы хотим что-то верить, мы и будем... Тупо, упрямо. Никакие аргументы. Секун, что-то возникает самый главный вопрос. Да, Борис Абрамович, самый главный вопрос. А какие факты, именно факты, есть в этом уголовном деле у Скотланд-Ярдов? Все основные документы, все основные доказательства. И я вам могу сказать это совершенно точно, поскольку я сам являюсь свидетелем по делу Литвиненко. Меня неоднократно так прошел Скотланд-Ярд. Какие главные доказательства? Я вас уверяю еще раз. Какие главные доказательства? Все необходимые документы, для того, чтобы убедительно доказать, все документы, соответствующие, этому переданы. Я думаю, что часть материалов, которые прямо указывают на причастность государства к этому преступлению, возможно, именно эти материалы пока и не поступили в российскую генпрокуратуру. Но, безусловно, все больше материала будет появляться у России, свидетельствующие о тех организаторах, заказчиков, это преступления, которые стоят за этим. Пока все происходит с точностью до наоборот. Когда наш следователь, генпрокуратура, отводов, приехал в Лондон, от него все попрятались. Врачи засекретили самый главный документ. Акт вскрытия тела Литвиненко. Самый главный документ засекречен. Почему? Внимание всего мира к этому прикованному засекречен. Врачи попрятались. У меня было впечатление, что приехал налоговый инспектор, а не исследователь генеральной прокуратуры. Счета в банках моих друзей, где находятся три губы, вы журналистка, ее телефоны. Были на допросах. Какие доказательства? Сейчас назовите в эфире. Какие главные доказательства есть в этом деле? Что ФСБ Москва луговое? Вы знаете, там есть главное доказательство. Это те люди, которые непосредственно осуществляли отравление Литвиненко. То есть все звенья, которые расположены здесь, в Великобритании, и по дороге в Великобританию, они все вскрыты. А поскольку, поскольку, очень легко идентифицировать, подчеркиваю, место производства полония по самому полонию, то, безусловно, известно и место производства полония. Вы эту цепочку, этот транзит, готовы назвать, как и место производства полония? Вы знаете, я вам хочу сказать, что, безусловно, вот транзит сам, безусловно, назван в материалы Скорфин-Ярда. Я вам не готов это сказать. Но все эти материалы, и в анализе Королевской прокуратуры, и в тех материалах, которые представлены в Российскую Федерацию, безусловно, Есть вся логика совершения этого преступления. Нет никаких фактов, иначе эти факты были бы переданы российской стороне. Это попытка заявить о себе как о серьезном игроке на международной политической арене. Но все-таки какие факты? Именно Россия более всего заинтересована в раскрытии обстоятельств убийства Литвиненко. Ну, можете называть как угодно, и что из этого? Если факт, есть факт. Почему вы не собраться с нашим специалистом, английским специалистом? Да все вместе, вот оно, это дело уголовное. Посмотреть. Открываем? Да, совершенно открыто. Березовского слышит вся страна. Факт. Где они, эти факты? Он знаком с материалами дела? Ну, для меня здесь многое, конечно, понятно. И понятна логика, о которой, кстати, упоминает Березовский. У нас, например, достаточно фактов, что и первая, и чеченская, и вторая чеченская войны – это детище спецслужб Великобритании. В том числе? В том числе, конечно. Это говорит бывший министр иностранных дел нашей российской армии, то есть человек, который занимался этой проблемой вплотную. Конечно, и тот же знаменитый, известный план Голдсмита и прочее, прочее. Еще раз, я хочу, чтобы все наши зрители, еще раз, вот вместе задумаемся, у Бориса Березовского есть возможность на всю страну сказать сейчас что угодно. Я прошу факта, как это полагается вследствие. Восколько-то человек пошел в бар Миллениум? При нем была такая-то доза. Вот у меня есть факты. Луговой с женой и сыном. Ну, допустим, сложные отношения с женой, может, жену не жалко, но сыну 8 лет. По версии Скотланд-Ярда, входит в бар Миллениум. Луговой вынимает незаметно для официанта, который отвернулся в бар Миллениум, капсулу с граммом полония. Ну, как можно серьезно относиться к показаниям официанта, который сказал, что его отвлекли и в это время теоретически могли Литвиненко отравить? Граммы, еще раз скажу, достаточно для запала, для атомной бомбы. Вот версия, которую нам предложил Скотланд-Ярд. При этом засекреченные документы, включая медицинский акт вскрытия тела. Это полный бред, чтобы на совершенно малозначимого человека... Из конвойных войск. ...такие усилия. Он такой мелкий халуй, выполняет отдельные поручения Березовскую, и он абсолютно неинтересен для российских спецслужб. В судебно-медицинской экспертизе должно быть указано, аэрозольное он получил дозу или при принятии пищи. Полониям при принятии пищи отравиться нельзя. Все уже эксперты, причем британские эксперты сказали, если контейнер открывается с порошком, он такими летучими свойствами обладает, мгновенно заполняет все пространство. То есть не было бы и бара-миллениум, все, кто в баре... Ну, конечно, это как взрыв микробомбы. Я послу Великобритании в Москве послал наши материалы. Я, Караулов, послал послу с письмом, крайне вежливым. Ваше исходительство, вот есть такая передача момента истины, вот мы вот такие гипотезы высказываем, гипотезы. Не ответил посол. Это невежливо. Английское воспитание требует, конечно... Зато более 500 статей. Путин, убийца Литвиненко. Борис Абрамович, видите, до сих пор твердит, что это... Был заговор против него, оказывается. Файкоклок, по-английски. С запалом от атомной бомбы. А взрывы домов в Москве, которые усиленно навешивают на Путину. Другая идеологическая девисть. Опять-таки Борис Абрамович старался с пены вот так. Оказывается, что это делал в Фейсбук. Да. Он же там пресс-конференции собирал в Лондоне, обещал предъявить что-то, но так и не предъявил. Надо, значит, все открывать, смотреть. Да, борьба с ним, об этом мы говорим. Я о нас. Кто такие мы на самом деле? Мы ничего не знаем о хасаблотовском мире. Возвращаемся к началу фильма. Ну, нам вообще наша история не так интересна. Нам интересны версии. О распаде России речь. Как это может быть неинтересно? Мы ничего не знаем о преступлениях американцев в Ираке. Да, да. Это напоминает тень мальчика на камне в Хиросиме. А зной тоже такая же трагедия. Это даже стратегия чудо-тайный авторитет. Когда что-то скрыто, предполагается некая тайна. То есть расчет на то, что мы дураки, пипл все схавает. Да, пипл все схавает. Как тот же Борис Абрамович когда-то сказал. Ну, мы сами себя иногда считаем из-за идиотов, понимаете? Мы люди очень легковерные. Россия, она верит. Она поверила в коммунизм. Поверила. Страстно поверила. И стала его осуществлять. Причем она верила в одно, а осуществляла совсем другое. Мы верим в то, во что мы хотим верить. Мы люди ориентированные на внутреннее убеждение. А если я скажу, об этом будет наша следующая серия, что Иван Петрович Рыбкин, помните, он в Киеве потерялся? Да, да, там был такой момент. Поехал в Киев Иван Рыбкин, вдруг взял и потерялся. Вот женщина там ночевала. Женщина, еще что-то. Если я скажу, что Иван Рыбкин по многому спас, вот так ставлю вопрос, спас наши президентские выборы. Тем, что потерялся, то есть остался жив. Зарегистрированный уже к этому моменту кандидат в президенты России Иван Рыбкин. Вы же подзабыли, правда, этот сюжет. А я напомню, что Иван Рыбкин сыграл огромную роль в современной истории, именно потому, что якобы потерялся. А это был еще один удар, именно по кандидату в президенты России Путину. Но об этом в нашей следующей серии. Да, это, несомненно, будет интересно, поскольку история, вещь чрезвычайно любопытная. Как выясняется. Как выясняется, да. Как выясняется. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...